Четыре месяца наша команда не играла перед своими болельщиками. И на старте матча с Ярославной нервы подвели череповецких юных игроков. Возникли существенные проблемы на приеме и, как следствие, в нападении. Первая игра – это всегда тяжело, а тем более дома много болельщиков. Это переживание. Хорошо, что смогли настроиться во второй партии, как-то заново начать. Перестали сами ошибаться, и за счет этого, я считаю, что мы выиграли. К началу второго сета девушки успокоились и заиграли так, как было положено по установкам тренерского штаба. Это позволило переломить ход сватки и разгромить гостей в оставшихся трех сетах, каждый раз только наращивая преимущества. 25-18, 25-17 и 25-16. В итоге получилась достаточно уверенная победа со счетом 3-1. В очередной раз сын Захар Пилипенко смог обыграть команду отца Владимира Пилипенко. Но Владимир Дмитриевич не в обиде. Ну я уже больше переживаю за него, всем за себя, чтобы у него все получилось. Потому что, как говорится, ему расти надо в плане тренерском, чтобы видо было, что команда играет, работает. В других матчах дня фаворит финала Уфимочка спокойно взяла верх над командой из Барнаула 3-0. Московский Луч в упорной борьбе уступил сильнейшей команде с Востока Иркутской Ангаре 2-3. Именно с иркутянками Северенко 2 сыграет 2-го марта. Очень понравилась команда из Иркутска Ангара. Довольно-таки, очень девчонки быстро играют на краях. Первый темп забегания. То есть, да, завтра у нас основные противники. Я думаю, очень завтра будет нам сложно с ними. По ходу турнира каждая из шести команд сыграет с каждой. Так что вся неделя в Череповце будет волейбольной. Владимир Сентябрёв, Егор Криснин. Новости.